Всем привет, меня зовут Оля, и я рада видеть вас на своем канале, и мы с вами продолжаем тестировать новинки весны 2023 года. В этот раз наш с вами взгляд падает на коллекцию от Essence, которая называется Blooming Bright. И я хочу, чтобы вы обратили внимание, что коллекция выполнена в розовато-оранжеватых оттенках. На самом деле, когда я закончила краситься, я посмотрела на свой фон и подумала, черт, надо было делать оранжевый фон, было бы гораздо прикольнее и интереснее. Вот прям было бы частично полное совпадение по цветам с коллекцией. Но, как говорится, уже было поздно. Но это не все, что мы сегодня с вами будем тестировать. Нас также с вами ожидает хайлайтер от бренда Catrice из коллекции My Little Pony. На самом деле, коллекция неплохая, и если вам нужна яркая цветная пастельная палетка, то обратите также на нее внимание, я ее потрогала в жизни, там достаточно неплохое качество. Однако, делать отдельное видео мне как-то в этот раз не очень сильно захотелось, потому что в коллекции только палетка теней, хайлайтер и можно заказать кисточки онлайн. Ладно, там еще есть лаки для ногтей, но на этом, собственно говоря, все. Качество пластика, кстати, очень-очень даже толковое. Ну что, давайте не затягивать и делать наш сегодняшний с вами макияж. Поехали! И первый продукт, который мы сегодня с вами пробуем с коллекцией, это самый обычный спонжик. Он, не сказать, что прям супер мягкий, но он достаточно упругий. Если его сравнивать, например, с спонжиками с Алика, будет то же самое, поэтому можно не париться и заказать с Алика. Единственное, что он, конечно, достаточно симпатичный. На ощупь он приятный, супер упругий, если его сравнивать со схожим спонжиком от Real Technique. На самом деле, мне Real Technique не очень сильно нравится. На мой вкус он слегка твердоватенький, то Essence будет еще тверже. То есть это все-таки больше на любителя. В качестве тональной основы на сегодня с вами будет смесь тонов, в принципе, как обычно. Я в чистом виде один тон никогда не ношу. Катрис Трускин. Обожаю этот тон. Он очень классный, классно распределяется. Укрывистый, пластичный. Выглядит на лице просто замечательно. И добавляю немножко Белор Дизайн, чтобы разбелить, распедлить тон от Катрис, потому что он мне очень темный. И тут осталось где-то третьей упаковки. Надо бы добивать, на самом деле, как и Белор Дизайн. Белор Дизайн мне тоже нравится. Это не супер увлажняющий тон. Но если у вас очень сухая кожа, вам будет, конечно, его недостаточно. Почему я выбрала именно эти тона? Потому что вообще изначально я думала внести какой-нибудь тон водичку. Но так как это спонжик, спонжики кушают тона на водной основе просто с радостью. Если это еще не тон от Катрис, который HD Liquid, то вдвойне будет кушать. Чем более увлажняющий, чем более водянистый тон, тем хуже. Тем хуже, если вы наносите его спонжиком. У вас просто половина продукта убегает в никуда. Давайте с вами пробовать наносить. Смешиваю, как обычно, два продукта на ручке. И наношу легкими аппликативными движениями. Как вы видите, я в фоне уже припудрилась, нанесла бронзер. И сделала брови. Сейчас мы с вами будем переходить к румянам и к хайлайтеру. Хайлайтер у нас с вами будет из другой коллекции, которая называется My Little Pony. Я все-таки решила не делать на нее обзор. Но пройти мимо этого хайлайтера я не могла. Совесть не позволяла. Если будем говорить про тени из этой коллекции по свотчам. Мне, в принципе, они понравились. Единственное, что они полупастельные и цветные. Поэтому, если вам нужны цветные тени, то обратите внимание. Касаемо румян. Во-первых, здесь есть цветоотражающие частицы. Достаточно крупные золотые блестки. Во-вторых, это яркий и насыщенный оттенок. Я буду смешивать оба цвета. Но вообще, на самом-то деле, можно даже постараться нанести и розовый оттенок, и оранжевый оттенок. В принципе, они вроде как относительно должны неплохо набираться. Наносить я буду вот такой вот кисточкой. Аккуратно прохожусь. На удивление, не сильно пылят. Потому что я сейчас активно использую более-менее схожий продукт от Essence. В такой же упаковке. И там румяна очень сильно пылят. И пробуем потихонечку наносить. Текстур подчеркивают. Притом, достаточно сильная и слишком пигментированная на мой вкус. Притом, мягко говоря, слишком пигментированная. Ну, такое себе. Очень много крупных блесточек. Но прям совсем крупно. И слишком, слишком, слишком много пигмента. Ладно. Я думаю, хватит. Тут и так уже морфуша обыкновенная. Теперь давайте с вами наносить хайлайтер. Набираю его на кисточку. Посвачу, он просто великолепный. И по мягкости, в общем-то, тоже. Из нюансов он очень светлый. Он прям очень светлый. Кажется, что он розоватый. Но нет. На лице он прям беленький. Но базы особо не видно. И это хайлайтер, который состоит именно из отдельных каких-то блесточек. Вообще выглядит достаточно симпатично, на мой взгляд. Переходим, наконец-то, к глазам. И, интересно, у нас здесь с вами есть два лайнера, которые активируются водой. В розовом оттенке и в оранжевом оттенке. И также в таком же цвете у нас с вами есть обычные тенюшки. Но если будем говорить про оранжевый цвет, то это классический матовый оттенок. А вот розовый это полусатиновая текстура. Нам с вами нужно попробовать опять все цвета из палетки. Значит, у нас сегодня будет достаточно сложный макияж. И плюс я хочу попробовать все металлизированные оттенки. Показать вам, как они выглядят на глазах. Самый интересный оттенок из металликов. Вот этот, это полуметаллизированная какая-то формула, полу-спарковая. По ощущениям она очень мягкая и достаточно кремовая. Если будем говорить про блестку чуть-чуть потемнее, она мне нравится чуть поменьше. Она вроде тоже достаточно мягкая, но мне кажется, что она будет очень сильно подчеркивать текстуру глазика. И последняя оставшаяся блестка, это классический оттенок внутреннего уголочка. И он мне, наверное, нравится больше всего. Очень мягкий оттенок, очень мягкий продукт. И неплохо наносить именно во внутренний уголок. На все подвижное веко я бы, конечно, не стала его наносить. Потому что он такой слегка скучноватый и тоже, скорее всего, будет подчеркивать веко. Значит, нам с вами нужно сделать что-то супер яркое. Я оранжевую и розовую красоту оставлю на нижнее веко. Потому что нам нужно сочетать как-то и использовать именно металлики. Значит, форму я выстраиваю самым темным оттенком. Да-да. И подтушевывать я буду бронзером. Просто потому что у нас здесь с вами нет оттенка выхода в коже. И подтушевать этот коричневый оттенок нечем. Можно было бы оранжевым. Может так и сделать. Но проблема в том, что я хочу прорисовать вторую стрелочку. Притом двойную стрелочку в розовом и оранжевом оттенке. Тогда потеряется немного. Поэтому нет, не пойдет. Форму выстраиваем исключительно на темном оттенке. Он очень сильно пигментированный. И какой-то полукремовый. Но надо смотреть, как он, конечно, будет тушеваться. Да, подтушевывать буду бронзером. Бронзером, потому что совсем-совсем без вариантов. Я уже выбрала направление. Оно у нас с вами будет достаточно интенсивное. И, конечно же, у нас сегодня будут накладные пучки. Потому что слишком должен быть ярким интенсивным макияж. Свои ресницы при таком макияже очень сильно потеряются. Ну и давайте пробовать. Набираю на какую-нибудь маленькую изначально кисточку. Самый темный оттенок из палетки. И начинаю прорисовывать форму. Страшно это создавать и говорить. Но мне нравится очень сильно этот коричневый оттенок. Он сильно пигментированный. Он легко наслаивается. Без особых каких-то пятен. И, в принципе, неплохо подтушевывается. Я надеюсь, что оставшиеся оттенки будут плюс-минус схожего качества. На достаточно крупную кисточку я набираю самый темный оттенок бронзера. И начинаю немного подтушевывать границу. Можно теоретически и четко оставить. Но давайте все-таки чуть-чуть потушим. Мне кажется, так будет чуть-чуть получше. Прохожусь именно по самой границе. На плоскую натуральную кисточку я изначально набираю самый темный металлизированный оттенок. И добавляю его ближе ко внешнему уголочку. На оставшуюся часть подвижного века я набираю оттеночек посветлее той же плоской натуральной кисточкой. Вот я так и думала, что эти тени будут замыливаться, но они будут абсолютно набираться. Попробую набрать другой кисточкой. Получаю точно такой же результат. Набираю пальцем. Они очень сильно замаливаются. Вот от любого просто движения. Поэтому как есть. Но пальчиком, конечно, нехорошо наносится. Перехожу на нижнее веко. Набираю опять темно-коричневый оттенок. И довожу его до начала радужки. А дальше у нас с вами будет кислотное безумие. Аккуратно соединяю верхнее веко и нижнее веко. Очень важно, чтобы вы всегда хорошо вот этот уголочек прорабатывали. На такую же маленькую кисточку изначально набираю розовый оттенок. И добавляю его под радужку. Но насколько мы сильны по пигменту? В принципе, очень даже, очень даже. Если бы здесь была еще какая-то подложка, было бы очень круто. Эссенс, вы меня сегодня удивляете. Во всяком случае, качеством палетки. Качеством румян не очень, но качество палетки хорошее. Беру еще одну маленькую кисточку. И теперь набираю оранжевый оттенок. И начинаю его носить ближе ко внутреннему уголочку. Если он будет настолько же пигментирован, я буду очень сильно рада. Хорошо. Я бы даже сказала, очень сильно хорошо. На натуральную кисточку набираю белый оттенок. И наношу его во внутренний уголок. При этом немного остатки уважил на нижний век. И скоро у нас с вами для палетки будет задача со звездочкой. Прорисовать ярким лайнером по темному матовому цвету. И мы сейчас проверим, насколько хорошо продукт с этим справится. Мне не нравится металлизированный оттенок, потому что он не сильно пигментирован. Здесь есть какие-то отдельно стоящие блестки. И ко всему прочему продукт еще и подчеркивает текстуру. Так, сейчас с вами будем переходить к лайнерам. Я напомню, что они активируются водой. Значит, мне нужно взять какой-либо фиксатор. Сейчас вернусь с ним. Беру фиксатор от Essence. Не стесняюсь, пшикаю именно в этот оттенок. Только, пожалуйста, будьте аккуратны, когда вы пшикаете. Главное, чтобы вода не попала на остальные рефилы. Иначе формула оттенков может измениться. Начинаю с розового цвета. Пытаюсь как-то набрать. Ну, что-то рисует, но, конечно, не очень ярко. Я надеялась на полунионовую подводку. Возможно, ничего вообще видно не будет. Ну, давайте пробовать. И начинаем рисовать стрелки. Ну, пускай первая идет где-то вот здесь. И ее абсолютно не видно на коричневых тенях. Хотя, знаете, в несколько слоев не так уж, по-моему, и плохо. Я ожидала гораздо-гораздо худшей ситуации. И попробую из этой же стрелочки вывести дополнительную. Тоже изначально розовую. А сейчас будем добавлять еще оранжевую. Я понимаю, что я уже тут каким-то творческим искусством занимаюсь. Но я хочу просто протестировать эти лайнеры. Так, повторяю на втором глазу обязательно. Конечно, вряд ли получится то же самое. Еще и тут и накачу ссячила. Окей. Оранжевый оттенок я, конечно же, набираю абсолютно другой кисточкой. И начинаем добавлять больше яркости в эту красоту. Рядом друг с другом эти два оттенка смотрятся не очень хорошо. И начинают как будто бы сливаться. Поэтому я провела оранжевую линию еще дополнительно ближе к внутреннему уголочку. Когда буду показывать глазик максимально близко, вы сможете уловить, что я там наделала. Мне не очень сильно нравится формула, потому что она набирается частично кусочками. Это не очень хорошо. Соответственно, продукт плохо распределяется по кисточке. И нужно как-то эти излишки убирать либо об руку, либо, в принципе, пытаться как-то более равномерно нанести. Очень странная формула. Не могу сказать, что все прям очень плохо. Но чуть-чуть все-таки недоработано. Давайте с вами попробуем последний продукт на сегодня. Это полубальзамная формула. Я взяла в розовом оттенке. Еще в коллекции также есть оранжевый цвет. Я сейчас по-быстренькому уберу бальзам с губ. Нанесу карандаш в оттенке 212 люкс визаж. И мы в серединку нанесем вот этот вот бальзамчик. И потом я вам близко, максимально близко показываю глазик. И мы с вами будем обсуждать продукты. Мы с вами, конечно же, накрасились, но не попробовали этот чудесный роллер. Я не уверена, что он сейчас работает, учитывая то, что я наносила пудру с матовым финишем. Потому что для видео это просто необходимо. Но давайте пробовать. И я, конечно, не суперуведомна, что вы там увидите какой-то супер вау эффект. Этот ролик снимает тонального стола. То есть я провожу, у меня вот здесь вот теперь нету тона. Мне кажется, это видно, что там нету тона. Красота. Какая крутая полоска у меня теперь ровненько посередине лба. Я не знаю, как она должна что-то, какой-то себум собирать. Но тон она неплохо снимает. Может, надо вот чуть-чуть совсем проводить. Так, ладно. Есть такой момент, что эта штучка, она достаточно плохо крутится и порой застревает. И, наверное, именно из-за этого у меня произошло ЧП. И продукт сняла немножко тон. Если совсем чуть-чуть проводить, то да, работает как бумажки. Которые вы берете и немного ими промакиваете, чтобы убрать символ. Плюс камешек внутри достаточно прохладненький. И создается легкий охлаждающий эффект на лице. Ну, с точки зрения вот того, чтобы можно немножко убрать им от... Это, конечно, работает. Но мне не понравилось, что у меня сразу же кусок тона пошел за этим роллером. Не знаю, бесполезный продукт, по-моему, стоит 4 евро. Кошмар еще. На что я выкидала? 4 евро или около того. Так, давайте обсуждать. Ну, собственно говоря, роллер мы обсудили. На мой взгляд, бесполезный продукт, которым можно снять. А еще у меня решила упасть сережка. Очень здорово. Так, ладно, немножко технических деталей. Мы с вами перейдем к обсуждению коллекции. Остальных продуктов из коллекции. Так, давайте начинать. Спонжик. Мне он, если честно, не очень сильно понравился. Красивый оттенок. Очень симпатично все выполнено. В цветах линейки. Но он твердоват. Он достаточно жесткий. Можно просто заказать спонжик с Алик. И это будет одно и то же. По-моему, он стоит в районе 2 евро. Я не уверена, что стоит платить 2 евро. На Алике можно купить баночку спонжиков. Она будет стоить, по-моему, около 5 евро. Качество будет плюс-минус схожее. Но окей, может быть, чуть-чуть будет этот спонжик помягче. Если вам вот прям супер необходим спонж, можно купить. Но это сразу же предупреждаю. Не самый лучший спонж в вашей жизни. Давайте теперь перейдем, пожалуй, к румянам. Так, они мне, во-первых, напомнили армяна, который уже давно существует от Essence, который называется Blush Lighter. Мне они не очень сильно нравятся, потому что они безбожно сильно пылят. Здесь, конечно, другая текстура. Но упаковка одна и та же. И если здесь немного выламываются гвоздики, то здесь будет точно такая же ситуация. Очень высокая пигментация. Непозволительно высокая пигментация. С одной стороны, они вроде не сильно пылят. Хотя давайте попробуем их еще набрать другой кисточкой. Может, они будут пылить больше. Нет, нормально, нормально. Гораздо лучше, чем Blush Lighter. Я чуть не представила, как Blush Blighter. Интересненько. Тушуется неплохо. Особо сильно не залипает. Здесь очень много светоотражающих частиц. И плюс здесь есть очень крупные блески. Подчеркивает текстуру. Достаточно сильно. Но вы можете излишки смахнуть. И, в принципе, будет смотреться неплохо. Яркие, пигментированные. Слишком пигментированные румяна. Мне понравилось смешивать оттенки. Если захотите, вы теоретически можете набрать и розовый цвет, и оранжевый цвет. Говоря про розовый, он достаточно прохладненький. Будет неплохо смотреться на холодном потоне. С одной стороны, да. С другой стороны, очень-очень мне не понравилось, что в одно касание вы уже морфуши. Я такое не люблю. Вот совсем-совсем не люблю. Касаемо палетки теней. Я не могу сказать, что она очень плохая. Но я не могу сказать, что она просто идеальная. Упаковка это классический картон. Ничего сверх нету. Сделано, конечно же, в Китае. Мне кажется, румяна тоже у нас с вами сделана в Китае. Давайте на всякий случай перепроверим. Так и есть. Помада. Помада тоже похожа на китайское производство. Так и есть. И еще хайлайтер от Catrice. Тоже Китай. В общем, больше у нас с вами в этот раз абсолютно нет. У нас здесь с вами есть два, нет, три матовых оттенка. Они неплохие. Мне очень понравился темно-коричневый. Он классно тушится. Он очень сильно пигментированный. Если его наносить на какую-то подложку, будет просто супер вау. И это полукремовая текстура, полукремовый продукт. Очень-очень хорошо. Касаемо оранжевая оттенка, нужна подложка. Да, он относительно яркий. Пигментация приблизительно средняя. Касаемо коричневого оттенка, даже выше среднего. Но если вы хотите добиться максимальной яркости, нужна подложка. 100% нужна. В принципе, неплохо набирается, неплохо тушуется. Формула точно такая же, как и в коричневом оттенке. Белый оттенок тоже достаточно сильно пигментированный. Именно им я рисовала сегодня направляющим. Меня это более чем устроило. Хорошо можно использовать для высветления. Касаемо сатиновой текстуры, она тут одна. Да-да, розовый оттенок. Это именно сатина. Очень сильно пылит. Вот прям очень сильно пылит. Плохая прессовка, но при этом оттенок достаточно яркий. Особо сильно текстуру глазика не подчеркивает. Все с ним хорошо. Можно слегка поднаслоить. Лучше всего, конечно, будет выглядеть на яркой, насыщенной подложке. Либо же на белом карандашке или на белых матовых тенях. Переходим к металлизированному оттенкам. И здесь у нас всего лишь с вами три штучки и все разных формул. Начнем, пожалуй, с самого светлого оттенка. Мы его с вами наносили во внутренний уголочек. Он мне не очень сильно понравился. Здесь какие-то отдельные блестки без базы и плюс продукт почему-то подчеркивает даже текстуру внутреннего уголка. Как бы это странно ни было. Очень странно распределяется порой какими-то кусочками. Поэтому, на мой взгляд, не очень. Касаемо самого темного оттенка, это классический металлик, но он может подчеркивать текстуру глаз. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратненькими. И плюс он набирается на кисточку, в отличие от самого красивого оттенка из палетки, который абсолютно не набирается на кисточку. Сразу же замыливается. Лучше всего наносить эту красоту пальцем. Вот просто без вариантов. Если будете наносить пальцем, будет выглядеть очень красиво. Можно слегка подчеркивать текстуру века, но не очень сильно. Это очень кремовый оттенок. И здесь очень мелкий помол. Из всех трех металлизированных оттенков топ-1 это спаркл. Это полуспаркл, полуметаллик, но меня не радует текстура. Пожалуйста, сделайте что-нибудь с этим. И два лайнера, которые у нас с вами активизируются водой. С одной стороны, мне понравилась пигментация. Она неплохая для такого лайнера, но мне не понравилась текстура. Потому что когда вы добавляете водичку, начинаете, вернее пытаетесь набрать продукт на кисточку, какие-то куски получаете. То есть нету какого-то равномерного распределения. Иногда продукт набирается хорошо, иногда какими-то кусками. И текстура по итогу получается какая-то слегка рыхленькая. То есть с одной стороны вроде как бы и неплохо, в неплохом направлении идут. Определенно лучше формула, чем была в коллекции, которую мы с вами пробовали осенью. В коллаборацию с каким-то блогером, Beauty Band, мне кажется. Здесь уже чуть-чуть лучше пигментация, но все равно формула не доделана. Сказать, что очень плохо я не могу, но есть нюансы в этой палетке и их стоит учитывать. Касаемо продукта для губ. Он сушит губы. То есть у меня еще бальзам на губах, но у меня уже губы слегка как будто бы подсушены. И увлажнений нет никакого. Существует в двух оттенках, в розовом и в оранжевом. Это продукт, который реагирует на pH вашей кожи. То есть вы вроде наносите розовый бальзамчик. По итогу вы... Мне так кажется, что если вы купите еще оранжевый оттенок, он будет выглядеть на губах одинаково. Потому что все-таки это больше pH. Касаемо запаха привкуса, он здесь присутствует. И мне кажется, мы что-то с таким же вкусом и запахом с вами пробовали. И тоже этот продукт реагировал на pH кожи. Это был блеск из коллекции, мне кажется, тоже осени или весны 22 года. С ракушками. Я постараюсь найти фотографию и где-нибудь вам здесь показать. Такой же запах, такой же привкус, точно такой же оттенок на губах. Очень хорошая упаковка, за упаковку лайк. Сам продукт мне на 100% не понравился. Мне не нравится эффект спустя время. Хотя наносится в принципе неплохо. И изначально на губах тоже выглядит хорошо. Особо текстуру никакую не подчеркивает. Катрис. Наверное, это топ-1 этого видео. Очень хороший хайлайтер. Здесь отдельные блестки, здесь нету базы. Я предупреждаю, что это светлый оттенок. Соответственно, на загаре он будет выглядеть немножко так белесенько. И если вы белоснежка, если вы холодная девочка, вам понравится. 200% вам понравится. Хорошо распределяется, идеально втушевывается в кожу. Особо сильно текстуру кожи не подчеркивает. Во всяком случае, я такого не заметила. Если вы будете сильно наслаивать, то да. Тогда возможны варианты. Мне понравилась упаковка, потому что это толковый пластик. И при том плотный пластик. Ну и само тиснение. В принципе, очень красиво. Постарались они на этот раз с коллекцией My Little Pony. И если честно, сравниваю качество коллекции Bloomin' Bright и My Little Pony от Катрис. Надо было брать и делать обзор на My Little Pony. Там действительно качество прям супер вау. Но сравнение с Bloomin' Bright. Я не могу сказать, что Bloomin' Bright... Я сказала Bloomin' Bright. Bloomin' Bright, извините. Я не могу сказать, что коллекция Bloomin' Bright плохого качества. Но в ней есть определенные недоработки. А сейчас давайте с вами быстренько посмотрим вечернее включение. Прошло уже 9,5 часов. И давайте проверять, что у нас здесь с вами происходит. Румяна на месте. Они держались прекрасно весь день. И хайлайтер тоже более чем замечательно держится. Касаемо макияжа глаз. Лайнеры не поплекли. Все с ними хорошо. Но есть покатушка. Вот при том хорошая такая покатушка. Блесточки при этом не падали. И если будем с вами говорить про яркие цветные оттенки тени. Они на мой взгляд немножко поплекли. Но при этом темно-коричневый в принципе неплохо держится. Касаемо бальзамы для губ. Но я его еще трижды сегодня наносила. Все-таки он немножко подсушивает. И это скорее не моя формула. Мне не очень сильно понравилось. Пишите пожалуйста в комментариях. Как вам продукты, которые мы сегодня с вами попробовали. И что вам понравилось больше всего. Я надеюсь видео вам понравилось. И вы нашли его полезным. Если да, не забывайте пожалуйста ставить пальчик вверх. Подписывайтесь на канал. Большое вам спасибо за просмотр. Желаю вам хорошего дня. Солнечного настроения. И пока-пока.